Оренбургская область входит в федеральную программу по совершенствованию медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. На базе девяти лечебных учреждений организованы травмоцентры разного уровня. В 2010-м они оснащались современной техникой, а в этом году приступили к работе. Урон нанесенной здоровью в результате дорожно-транспортных происшествий. Медики относят его к группе заболеваний человека, возникающих от управляемых причин. В Оренбургской области в 2010-м году произошло 2901 ДТП. Погибли 356 человек, ранены 3723. Смертность и инвалидность от травм можно уменьшить путем профилактики аварий и совершенствования медицинской помощи. Согласно федеральной программе, в нашем регионе организована трехуровневая система оказания помощи. Пять травмоцентров третьего уровня развернуты в Северной, Тоцкой, Сорочинской, Переволодской ЦРБ и на Оренбургской станции скорой медицинской помощи. На базе Бузулукской городской больницы, Новосергиевской ЦРБ и Пятой Оренбургской горбольницы созданы травмоцентры второго уровня. Травмоцентр первого уровня, развернутый на базе областной клинической больницы, практически готов к работе. Остался последний штрих ввести в эксплуатацию противошоковую операционную. Вот прямо сюда, к этому входу, будет подъезжать реанимобили, что называется, из рук в руки. Врачи-реаниматологи передадут пострадавшего врачам-хирургам прямо в операционную. Она оснащена по последнему слову техники. Мобильные столы для хирургических вмешательств, наркозно-дыхательная аппаратура, оборудование для работы врачей разных специальностей – нейрохирургов, травматологов, сосудистых хирургов. Определены три уровня. Областная клиническая больница – это первый уровень, самый последний, самый тяжелый больный. Вот это с нейрит разный. Вот это операционные, созданные для этих целей. В помощь диагностическое оборудование, передвижные УЗИ-аппараты, рентген-хирургический комплекс «СДУГА», 64-срезвый компьютерный томограф. На этом аппарате, аквилион 64, мы можем производить любые исследования, начиная от головы и кончая сердечно-сосудистой системой. Вы видите шприц. Этим шприцом внутривенно вводится контраст и производится исследование аорты сосудов сердца и нижних конечностей. При автодорожных травмах время имеет большое значение. Травмоцентр развернут таким образом, чтобы лишние минуты не терялись ни на одном отрезке. Все травмоцентры равномерно распределены по области вдоль самых оживленных трасс. За каждым закреплен реанимобиль, который доставляет пострадавших с места происшествия в больницу. В зависимости от тяжести травм пациента направляют в учреждении третьего или второго уровня. А если потребуется высококвалифицированная помощь, то на вертолете больного смогут отправить в травмоцентр первого уровня в областную клинику.